Даниил Гулевич с виду обычный школьник. Ему 11 лет. Он учится в пятом классе гимназии. Каждый будний день мальчик, собираясь на занятия, надевает классический костюм, туфли, рубашку и галстук. Его любимый предмет – информатика, нелюбимый – математика. Как и все ученики, он волнуется перед написанием самостоятельных работ, на переменах любит побегать с друзьями, а на уроках обычно сосредоточен. Правда, учителям и одноклассникам нетрудно было заметить одну особенность. Иногда мальчик выступает на парте различные ритмы. Даниил учится во вторую смену, а потому, проснувшись около 8 часов утра и позавтракав, он садится за ударную установку. К тренировкам мальчик относится крайне серьезно. Впервые за барабаны он сел в 4 года. За то время, пока Даниил занимается музыкой, у него было столько барабанных палочек, что и его родственникам, не знавшим, куда их девать, пришлось придумывать для них альтернативные способы применения. Некоторые ломались, с некоторыми дедушка подвязывает наши помидоры на огороде, которые уже не нужны, сломанные все. Перевязывает их изолентой там и ставит на кустики. Привыкли родные Даниила не только к постоянному круговороту палочек, но и к уровню громкости ударной установки. Отец юного дарования, который, кстати, тоже музыкант, говорит о том, что репетиции сына для него не проверка на прочность. Громко, громко, конечно, но с другой стороны, когда громко, но классно, я сам по себе рос в музыкальной семье. Папа музыкант, мама тоже. И поэтому сын, скорее всего, просто передалось генетически. Когда твой папа музыкант, у тебя есть возможность попрактиковаться в настоящей рок-группе. Была она и у Даниила. Специально для нас отец и сын продемонстрировали, как они могут звучать вместе. Папа музыкант, мама тоже. Сам Даниил уже и не помнит, с чего началась его тяга к барабанам. В четыре года он стал заниматься с педагогом, а просто выстукивать ритм. И вовсе в полтора. Стояла спиленная вишня. Она была так интересно спилена. То ли два ствола, то ли три. И она так аккуратненько была спилена. Она в виде таких интересных бочонка выглядела, как барабанчики. Товарищу приглянулись эти спиленные сучки. И он просто по ним ходил палочками, постукивал. Все было просто определено. Боженька сделал свое, а наше только помочь. Когда увлечение для ребенка так много значит, его приходится признавать не только учителям и одноклассникам, но и всем вокруг. Даниил является лауреатом многих конкурсов. А недавно он еще попал в эфир Первого канала, где исполнил песню вместе с Гариком Сукачевым и Сергеем Галаниным. Для того, чтобы сыграться с мэтрами русского рока, Даниилу понадобилось всего две репетиции. Гарик Сукачев на репетиции мне, когда мы сейчас играли, он мне пожал руку и сказал, ты крут, чувак. Несмотря на такие недетские музыкальные достижения, Даниил все же ребенок. Это проявляется даже в том, что для подстройки ударной установки ему нужна взрослая папина рука. Я пока еще не очень понял, как это строится. Там какие-то винтики надо подкручивать, ключи ставить. Не очень, пока еще не очень понимаю. Я только понимаю, как на них играть. Даниил увлечен своим занятием больше многих взрослых. Его азарт компенсирует недостаток каких-то знаний. У него еще будет время во всем разобраться. Главное, чтобы рвение осталось с ним всю жизнь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова